Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова Владимир и герой нашей программы Visonic Vipad 7 специально для группы ВКонтакте. Сегодняшним героем нашего обзора станет игра Majesty или Majesty кто как привык ее называть. Пока она грузится, я расскажу об особенностях данной игрушки. Ну, в общем, у нее есть большой брат на PC, значит, Majesty существует уже в двух версиях. Самая первая выпущенная тоже Paradox Interactive Включим звук И обновленная версия выпущенная совершенно недавно наверное, может быть, годик тому назад. Так что, в принципе, я думаю игра для вас очень знакома. И прежде чем начну обзор, я вам скажу так игра целиком и полностью копируется в его большого брата. Так что, это must have. Зайдем в настройки, я вам покажу что есть в этой игре, в раздел языки Ну, и что первое, вам, наверное, уже бросилось в глаза сразу, что у меня русский язык. Она полностью поддерживает русский язык, причем он не подпилен, и он от создателей То есть, все нормально. Русский язык Все работает хорошо, все переведено. Ну, в начале игры нам, как вы видели предлагается отключить-включить звук и создать первый профиль. То есть, когда вы включаете игру абсолютно в первый раз, выходит такое окошечко. Что-то стоит отметить, что отзывчивость экрана в этой игре ну, просто божественно. То есть, складывается впечатление, что игру делали специально под наш планшет. То есть, мы спокойно набираем на этой виртуальной клавиатуре все, что нам нужно все работает очень гладко. И вообще, экран отвечает на наши касания ну, просто вот. К мультитачу нет абсолютно никаких претензий. И к производительности игре тоже. Сейчас мы ее увидим. Должен. Так. Вот это вот прекрасная графика. Все работает быстро. Ничто не тормозит. И давайте, вот я ее только что перекинул со своего телефона. Пройдем миссию крысина напасть. Можно посмотреть и предысторию. То есть, здесь сюжет. Ну, сюжет для таких игр всегда на втором плане. Но сюжет довольно интересный. И конкретно цели. Так. Ну, здесь есть ограничения. В этой миссии можно выбирать только рейнджеров и воинов. Так. Ну, что ж. В принципе, учитывая, что я надеюсь, вот это в нашей группе зрители вот этих обзоров с этой игрой знакомы. Кто же не знаком, я продемонстрирую фрагмент геймплея. И походу буду давать пояснение, чтобы вы не входили в заблуждение. Это не стратегия в прямом понимании этого слова. Это симулятор королевства. У нас происходит битва между стражником. Это наш стражник. Защищает спокойствие нашего замка. И давайте построим. Значит, строительство. Надо построить гильди воинов. И походу вы обратите внимание, что все работает ну очень хорошо. Я всегда строю кузницу. И значит, надо бы построить и гильдию рейнджеров. Походу игры во время строительства открывается территория. Государство растет, туман войны пропадает. У игры приятная музыка, звуковое сопровождение, все в 3D. Все очень красиво. То есть, подход у разработчиков замечательный. И пока все строится, я пока не могу вам показать геймплей, собственно, я вам покажу особенности игры. Значит, есть карта. Ее можно и увеличить. То есть, карта нашей игровой территории. А можно ее вообще убрать, чтобы она не мешалась. Есть также меню. И очень хорошо, что можно посмотреть задание повторно. то есть, какая у нас цель. А также, что меня порадовало, можно сохранить игру в любой момент времени. То есть, это, в принципе, ну как, это неотменный атрибут, я считаю, стратегии. Именно, которые позиционируют себя на мобильной платформе как полноценные. Постоянно капает там сда, то есть, денюжка, количество допустимых зданий из 30, сколько мы можем прокормить воинов, 20. Также, вот, количество дней. Ну, смены дня и ночи нету, то есть, у нас всегда будет ярко и светло, но дни все-таки меняются. И, также, есть раздел магии, то есть, здесь есть, как поколдовать. Выбор, совершенно любой аспект игры, то есть, будь то замок, будь то герой, вы можете сразу же просмотреть подробную информацию на русском языке, что представляет из себя данное здание. Это очень приятно. А также, можете посмотреть, что вы получите, прокачав его до второго уровня, до третьего. То есть, это и не только стратегия, но здесь есть элементы RPG. Причем, они вкраплены очень хорошо. Ну, вот, у нас же построился замок рейнджеров. Наймем одного рейнджера. Давайте прокачаем в кузнице, значит, броню нашим. юнитом. Здесь их принято именовать воинами, либо героями. И также, давайте, наймем и воина. Итак, значит, каждое здание обладает своим собственным индикатором людей, связанных с ним. То есть, допустим, сборщик налогов. Мы можем посмотреть, сколько он приносит налогов, сколько он забирает. То есть, мы сами выбираем уровень налогов. То есть, все у нас абсолютно полностью контролируется. И также стражник. Это юнит, который постоянно умирает и постоянно появляется. У него высокая защита, уклонение. В общем, это юнит-респаунер. Он создан для того, чтобы в случае смерти всех героев он защищал наш замок. Так, и точно так же можно посмотреть, допустим, в гильдии воинов, что у нас вот герой нанялся. И герой зовут Храбрый. Мы сейчас посмотрим подробную информацию о нем. У него 81 монетка, у него 18 жизней, у него есть свои собственные характеристики, силы, интеллект, ловкость. То есть, все очень серьезно. И не абы как, а оно играет определенную роль. Также можно посмотреть, какое у него оружие. Он у нас пользуется коротким мечом, у него пластичные доспехи, и помимо всего прочего, у них есть свой инвентарь. И также можно купить ему какое-нибудь магическое заклинание. То есть, вы видите, магия, зачарование. То есть, вот допустим, можно отправить его на пенсию, можно приказать ему куда-либо нападать. Но, так как я уже сказал, это симулятор. И за голову каждого крысака нам требуется назначать какую-либо стоимость. И если, допустим, у вас герой уже 10 уровня, у него куча денег, он за какие-то жалкие 100 золотых не пойдет выбивать эту крысу. То есть, вот тут уже надо думать, как позиционировать цены, налоги, на кого натравливать. То есть, игра очень интересная и при всем при этом как бы у каждого, видите, он отдыхает дома. Он может просто думать, он может пойти напиться в баре. То есть, игра полностью копирует своего большого брата. То есть, и они действительно гуляют, им до нас нет никакого дела. Они могут напасть на монстра. Могут просто пройти мимо. То есть, очень это все интересно. Также можно приобретать и магию различную. Ну, допустим, ну что вот. Но так как в этой игре нельзя пользоваться магией, это вторая миссия, то заклинания недоступны. Ну, вот можно прочитать про каждое заклинание. То есть, как вы уже видите, все довольно интересно. Но, если все понятно нам с атаками, ну, кстати, видите, рейнджер, чем он занимается? Он просто следует территорию. Причем, я ему не давал приказа, ему просто любопытно. То есть, он ходит, смотрит, что есть, занимается своими делами. А в принципе, если вот, мне просто повезло, что мне попался такой очень ответственный рейнджер, он, видите, его за 5 слов, он получил 3 уровень за счет того, что он исследовал территорию. Причем, он исследовал ее без моего приказа и прокачивается тоже самостоятельно. Точно так же он может и умереть. То есть, они живут своей жизнью, а мы просто добрый царь, который помогает им, как сказать, который помогает им развиваться. Ну, вот какой-то интересный сундук. Не знаю, подойдет он туда или нет. Кстати, вот теперь поговорим о тумане войны и о том, как вообще исследовать территорию на нашем царстве и государстве. То есть, допустим, дважды тапнув на что-либо, появляется вот такое окошко. А, я на ужин открытый. Дважды тапнув на что-либо, появляется флаг разведки. И мы назначаем, допустим, такую стоимость. Ну, пускай будет сто золотых тому, кто это исследует. И ставим интер. То есть, и теперь наши воины, кому действительно интересно вот эти вот сто золотых, они сюда придут. То есть, если цена покажется им маленькая, наверное, они не обратят на это внимание. Вот давайте посмотрим. Если кто-нибудь... Так, вот они воют, кстати, самостоятельно, тоже я не давал им приказа. Вот давайте уничтожим красивое логово. Дважды тапаем, и надо выбрать флаг атаки. Пускай за четыреста золотых, нет, триста. Воины нападут сюда. Вот кому это сейчас будет интересно? Смотрим, ждем. Он отдыхает дома, его это не привлекло. Давайте мы пригласим неугомонного. Он пока первого уровня. Наверное, ему будет очень интересно. Так, флаг атаки. Этот уже воинственный, он ходит, ищет. А, он идет к флагу разведки, то есть, его привлекли наши сто золотых. Хотя у него состояние двести, но я думаю, лишними ему эти деньги не будут. Но оно и хорошо. И при всем при этом, наши команды, как сказать, они активируются не сразу. То есть, юнитам нужно какое-то время подумать, стоит ли им это делать, нужно ли им это. Так, храбро отдыхает дома. Он думает. Нет, он все-таки решил отдохнуть дома. Ему это не интересно. Нанят новый герой. И давайте уже это дом для героев. То есть, видите, они решили построить себе свой дом. Ну, правильно, им же нужно где-то жить. Почему бы нет? Их уже много. Он приносит свои денежки в казну, то есть, налоги. Но, как вы видите, уже все интересно и все это действительно затягивает. Так, давайте назначим вообще сумму, допустим, у нас в казне 6000, пускай за 5000 он что-нибудь решит поднять свою попу и отвоевать нам часть нашего государства. Так, храбрый, возвращается домой, идет за сокровищем, он что-то нашел, надыбал. И да, он нашел все сокровища, он разбогател, он радуется. И давайте непосредственно можно давать прямые команды персонажам. Вот, допустим, возьмем Добряка и что, и давайте предложим ему, а нет, подождите, смысла даже нет предлагать ему. Он у нас уже храбрый, самостоятельно решил пойти за наградой. Куда он идет? Он идет воевать, он третьего уровня, сейчас посмотрим, как у него будут продвигаться его дела. Так, война, можно посмотреть его третий уровень, уже сила 20, хотя по умолчанию она была у него всего 10. Он уже четвертого уровня, и что же, ему решил помочь неугомонный, он сражается. И что, они интересно, оба пойдут за награды? Сейчас посмотрим. Можно, тапнув на иконку сражения, можно посмотреть их них оппонентов, и как вы видите, они уже убили всех крыс, то есть, и что? И все, они утомились, они идут домой. А наш ответственный Теслов решил повоевать за награду. Так, и что смотрим? Вы сейчас домой? И сейчас мы дадим ему непосредственный приказ. Мы дадим только нашему герою. Сопротивляемость магии. Так, нам это надо, не нужно. Ага, как вы видите, он уже навоевался, ему ничего не интересно, но мы все-таки все равно дадим ему команду повоевать. И пускай этот флаг будет тут. Ему мы предложили персональную награду в размере 100 золотых, и уже в зависимости от его действий наш добряк, что наш добряк идет за награды, да, он захотел повоевать. Значит, я ему предложил 100 золотых. Ну, крысы нас окопируют, и в принципе, игра представляет из себя вот такую вот заботу о государстве. Они живут, надо строить всяческие здания, можно посмотреть из головного здания все, что у нас имеется, прокачать, апгрейднуть. Так, я извиняюсь, что я держал камеру, я вообще заметил, что криво, потому что, ну, влекся просто игровым процессом. Действительно интересно. Можно построить, допустим, лачуга, карликов, там можно брать эльфов и гномов. Давайте построим рынок. То есть, почему бы нет? крысы вообще обнаглели. Сколько денег их не устраивает. Рыцарей у нас уже один умер. Давайте тогда и рейнджеров прокачаем. Ну, собственно, ой, я уже сижу 13 минут с этим видеороликом. Ладно, ребят, вы меня извините. Как я уже сказал, игра очень хорошая. Обязательный must-have. Я надеюсь, обзор вам понравился. И что стоит отметить, чтобы понять все аспекты игры, если вы не играли в настольную версию, я вам советую зайти я вам советую зайти в раздел обучающая миссия, где нам очень все подробно объяснят про эту игру, про ее законы, потому что все равно есть небольшое отличие от настольной версии, но оно минимальное, как и в случае с T-Space. И тут нам подробно объяснят, как и что делать, и что радует, что советы действительно дельные. Они такие, как бывают во многих играх, тебе говорят, что как, тебе прямо указывают, что в правом нижнем углу иконочка здания, нажми на нее. То есть вы нажали, молодец, теперь нажмите на иконочку дома. Очень подробно нам все объясняют. Для начала построим гильдию. Вот мы выбрали замок, и видите, нажмите на кнопку рядом с изображением домика. То есть нам все объясняют. Все объясняют подробно. Нажмите на гильдию воинов. То есть сложности, но никаких не возникнет. Это надо быть очень своеобразным, чтобы не понять все это. Но дальше будут и гильдии волшебников, и количество с дваней будет очень сильно увеличиваться. То есть простор для вашей фантазии, для вашего правления очень хорошая игра. Очень хорошо идет. Замечательная. На русском. Копия большого брата. Я всем вам советую ее скачать. Спасибо, что смотрели. Специально для группы ВКонтакте ViewSonic ViewPad 7. А с вами был Владимир. Спасибо. Счастливо.